Новое задержание в деле о махинациях с закупками топлива Минобороны. В нем фигурирует, напомню, и замминистра Игорь Павловский. Накануне его задержали, а затем отпустили под домашний арест. На этот раз под прицел НАБУ попал один из инвесторов компании, причастной к закупкам, Владимир Трофименко. Как все было и в чем его обвиняют, спросим у Елены Зориной. Она следит за историей. Лена, здравствуй, расскажи, предъявили ли подозрения задержанному? Добрый вечер, Катя. Но обо всем по порядку. С утра инвесторы компании Трэйд Коммадзи, той самой, которая якобы причастна к топливным схемам, засыпали обвинениями НАБУ, дали пресс-конференцию и заявили, что все их действия в истории с закупкой топлива были законными. Дело НАБУ не имеет оснований, как и инвесторы прямого отношения к компании также не имеют, дескать, просто давали деньги. Я не акционер компании и не менеджер компании. Мы с моим товарищем, с Володей, являемся инвесторами компании, финансируем или, можно сказать так, организовываем финансирование различных проектов этой компании. Все должностные лица, в том числе Министерство обороны и компания Трэйд Коммадзи, действовали прозрачно, законно и на законных основаниях соблюдением всех необходимых процедур. Ответ НАБУ не заставил себя долго ждать. И буквально сразу после пресс-конференции одного из инвесторов, Владимира Трофименко, задержали и отвезли в здание НАБУ. Произошло это в обед, но подтвердили задержание в бюро только под вечер. По версии следствия, Трофименко якобы был в сговоре с чиновниками Минобороны, и подозрение ему уже предъявлено. По той же статье, что и недавно задержанному замминистра обороны Павловскому за владение и растрата имущества в особо крупных размерах. Это же подтвердили нам и адвокаты Трофименко, и вот что они говорят. Это расследование начали год назад. Речь идет о хищении почти 150 миллионов гривен при закупке топлива. В деле фигурируют четверо чиновников Минобороны, в том числе и замминистра, а также представители компании Трейдкомадити. Сообщалось, что двое из подозреваемых в бегах, в том числе и директор, но сегодня, как сообщили в пресс-службе компании, он находится в отпуске и якобы намерен вернуться в Украину. Эту информацию в НАБУ пока не комментируют. А что же касательно Трофименко, то его до сих пор допрашивают, но эту ночь он, скорее всего, проведет в СИЗО, а меру пресечения для него должен определить суд и адвокат и надеяться, что это произойдет уже завтра. Катя. Лен, спасибо тебе за детали. Елена Зорина рассказала о новой подробности в деле о махинациях с закупками топлива Минобороны.